Нет, не подумайте, это не пожар. Сегодня работники пожарной части номер 64, инспекторы Госпошнадзора и добровольные пожарные дружинники спешат не по экстренному сообщению. В поселке Зюзельский борцы с огнем решили провести профилактический рейд по домам с печным отоплением. Там дети, в основном несовершеннолетние, мы ходим, дети где несовершеннолетние. Предупреждаем родителей об опасности, проводим противопожарный инструктаж. В этом частном доме проживает семья с малолетним ребенком. Дом отапливается дровами. Первое, на что обращают внимание участники рейда, это отсутствие притопочного листа у печки. Ваша безопасность в ваших руках, чтобы вам себя уверенно и спокойно чувствовать, нужно соблюдать меры безопасности. То есть вот здесь лист должен быть 50 на 70 металлический, чтобы у вас угольки не произошло возгорание. Лампочка у вас открыта, то есть плафон нужно использовать, потому что у вас деревянные перекрытия. И проводка, то есть там вот получается, чтобы скруток не было никаких, то есть по деревянным поверхностям нужно запасить. Алексей Попов, представляющий Полевское всероссийское отделение добровольческой пожарной охраны с помощью современного оборудования, проверяет, насколько чист дымоход, нет ли засоров и есть ли тяга в печи. 0,06, 0,04. Ну это теплая печка. Если поставить к дымоходу, то, ну он сейчас покажет неправильно, потому что тепло. Вот видите, здесь тяга больше, увеличится у него. И в зависимости, отходим дальше, температура меньше показывает. 19,8. Нормально. Подобные рейды добровольная пожарная дружина поселка Зюзельский проводит регулярно. Визиты по-соседски уже стали доброй традицией. Помощникам пожарных прислушиваются, а замечания добровольцев стараются исправлять. И как результат, с начала года в этом населенном пункте не было ни одного пожара. Мы работаем уже давно, уже несколько лет. К этому уже привыкли, к нам в администрацию приходят, мы им памятки раздаем, беседуем. Знаем, на какие семьи надо не обратить внимание. У нас есть семьи, как правило, неблагополучные семьи, они еще не имеют этого газового отопления, у них печное отопление. Поэтому у этих семей мы бываем чаще и делаем рейды. Считаем, что самым результативным вот таким является в мерах пожарной безопасности, это именно рейды. Посещение на дому вот этих семей, разговоры, вручение памяток. С детьми беседуем, с их родителями, стараемся в этих семьях быть как можно чаще. Создание добровольных пожарных команд и дружин наиболее актуально для малочисленных и значительно удаленных от пожарных подразделений населенных пунктов. Они первыми в случае пожара прибывают на место и могут оказать посильную, но так необходимую помощь пострадавшим в огне. Значит, основная задача добровольной пожарной охраны, по моему мнению, является то, чтобы они прибывали как можно быстрее, находясь непосредственно в том поселке, где произошел, к примеру, пожар. У них больше шансов прибыть быстрее к месту пожара и локализовать, спасти людей, принять первичные меры пожаротушения. Особое место в работе добровольных пожарных дружин занимает борьба с лесными пожарами. Здесь узельчане вновь лучшие. Силами добровольцев с населением проводятся беседы, которые убеждают любителей пикников воздержаться от выхода в лес. Когда устанавливается противопожарный режим, то, конечно же, выход в леса запрещен. И наши добровольные пожарные дружинники, мы составляем график обходов периодически территории вокруг населенного пункта, и они эту работу выполняют. Потому что нам одним, своими силами, конечно, это не выполнить. Поэтому вот эти вот обходы, это, значит, посещение семей, где находятся дети, дома, вернее, с печным отоплением. Это постоянные обходы этих домов осуществляются и с ручением памяток, и предупреждением о, действительно, о соблюдении мер пожарной безопасности. Сегодня, в канун празднования Международного дня добровольных пожарных дружин, лучшим помощником огнеборцев, первый заместитель главы администрации Дмитрий Коробейников, вручает благодарственные письма. На территории города работает добровольная пожарная дружина, и власти, и области, и городам уделяют этому большое внимание. Потому что в свое время, если вы помните, эти дружины работали достаточно эффективно. И в поддержке при тушении пожаров, помощь пожарной охране был какой-то период, когда мы столкнулись с этой проблемой. Существование пожарной охраны, существование частей пожарной охраны на территории города, их количество, ну, не в полной мере, что называется, решало все проблемы. И поэтому вышли вновь на необходимость создания добровольных пожарных дружин. И со своей стороны, от лица главы города, я просто хочу сказать, что та работа, которую выполняют наши добровольцы, она на самом деле ее переоценить очень сложно. Александр стал добровольцем по воле случая. Несколько лет назад участвовал в тушении пожара и понял, огонь – это как стихийное бедствие, но человеку его предупредить возможно. Лесной пожар заставил участвовать всех местных жителей, то есть получается, что вот поучаствовав, как-то так уже привыкли, то есть бдительность, чтобы люди не теряли. Добровольным пожарным может стать любой поливчанин, кому уже исполнилось 18 лет. Главное условие – это личная инициатива и желание быть всегда на чеку. Ксения Балденкова, Александр Полищук. Новости нашего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова